Девушки отдыхают 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 С помощью ушей мы можем послушать музыку. С помощью губ мы можем посылать воздушные поцелуи. С помощью губ мы можем послушать музыку. 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 Твата, четыре, твата, пилек, пять, пилек, улта, шесть, улта, щича, семь, щича, сакар, восемь, сакар, тохар, девять, тохар, буна, десять, буна. Эти цифры мы используем, когда мы просто считаем. Но если мы считаем предметы, то дело обстоит иначе. Мы используем краткие формы числительных. Пре, один. Пр, книге, одна книга. Иге, книге, две книги. Виже, книге, три книги и так далее. То есть мы укорачиваем числительные и как бы озвончаем их. Твата, твада, пилек, пилек, улта, улта и так далее. Но что приятно, когда мы считаем предметы, нам не надо добавлять множественное число. Пер, телефон. Иге, телефон. Виже, телефон. Все легко и просто. Принято считать, что чувашский язык является глухим языком, так как когда мы видим чувашский текст, мы не видим твердых согласных, таких как б, г, д, ж, з. Но это не значит, что подобных звуков нет. Просто в определенных позициях глухие согласные произносят звонко. Например, мы пишем шубашкар через п, а произносим шубашкар. Да, есть такой фонетический закон. Между двумя гласными глухие согласные озвончаются. Мы пишем агатуй через к, а произносим агадуй. Мы пишем к, ужак, кошка, а читаем к, ужак. Но это правило работает для только исконно чувашских слов. Заимствования, как правило, произносятся так же, как и пишутся. Озвончаются так же глухие согласные, которые находятся между сонорной согласной и гласной. Забыли, какие звуки являются сонорными? Мы напомним. К сонорным звукам относятся звуки е, л, м, н, р. Чтобы запомнить, можно выучить слово ламинари. Кроме этого, в чувашском языке звук в также является сонорным. И в никогда не оглушается в конце слов. Калав, тав. Прямо как во французском языке. А теперь цесляхсем. Примеры. Цесляхсем. Сыдель. Стол. Сыдель. Пишем т, а произносим д. Вуган. Стул. Вуган. Пишем к, а произносим г. Чеджек. Цветок. Чеджек. Пишем ч, а произносим дж. Вуган. Время. Вуган. Пишем х, а читаем г. Хузан. Казань. Хузан. Пишем с, а читаем з. Примеры с сонорными согласными. Карандаш. 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 Пишем т, а читаем д. Курга. Кружка. Курга. Пишем к, а читаем г. Сунджек. Зонт. Сунджек. Пишем ч, а читаем дж. Авдан. Петух. Авдан. Пишем т, а читаем д. Ну а если между двумя гласными встречаются парные согласные, то это значит, что озвончения не будет. Тесляхрень. Например, тесляхрень. А те, папа, а те. Апа, старшая сестра или тетя, аппа. Порядковые числительные образуются с помощью аффекса мэш. Тесляхрень. Прэмэш. Первый. Прэмэш. И кэмэш. Второй. И кэмэш. Вишемэш. Третий. Вишемэш. Кстати, пора познакомиться и с десятками. Вунна. Десять. Вунна. Щирэм. Двадцать. Щирэм. Водор. Тридцать. Водор. Херэх. Сорок. Херэх. Алла. Пятьдесят. Алла. Утмал. Шестьдесят. Утмал. Щитмель. Семьдесят. Щитмель. Сагрвунна. Восемьдесят. Сагрвунна. Тагрвунна. Девяносто. Тагрвунна. Щир. Сто. Щир. Пинь. Тысяча. Пинь. Итак, какой нынче год? Иге пиньде вун Ултмэш. Две тысячи шестнадцатый. Иге пиньде вун Ултмэш. Вообще, чтобы научиться языку, очень важно регулярно слушать и вслушиваться в то, что говорят. Калархатаргашен. Меже щитне. Скажите, пожалуйста, сколько времени? Калархатаргашен. Меже щитне. Меже щитне. Сколько времени? Меже щитне. Халь сагарса еть. Сейчас восемь часов. Халь сагарса еть. Халь сагарса етьте вунаминут. Сейчас восемь часов десять минут. Халь сагарса етьте вунаминут. Халь сагарса еть щура. Сейчас полдевятого. Восемь и половина. Щура. Половина. Халь сагарса еть щура. Понятно, что есть и более сложные конструкции, типа «пять минут шестого» или «без четверти три». Для этого мы говорим «пилек иртни пилек минут», то есть «пять часов прошло пять минут», это если дословно. «Пять минут шестого». «Пилек иртни пилек минут». Ну а чтобы спросить «восколько», мы говорим «мижере», «восколько», «мижере». Можно сказать и «мижесаятре», «в котором часу». «мижесаятре», «мижечень», «до скольки», «до которого часу», «мижечень». С помощью вопросительного слова «миже» мы можем спросить и «эзе меже щелда», «тебе сколько лет», то есть «ты в скольки годах находишься», «эзе меже щелда». Можно спросить и просто «эзе межере», «сколько тебе», «эзе межере». Обратите внимание «мижере» можно перебвести как «восколько» и «как сколько тебе лет», а значит контекст очень важен. Ну а теперь несколько полезных фраз с числительными и со словами «сколько время» и «восколько». «эзе межере келедень», «восколько ты придешь», «эзе межере келедень», «вол межечень и шлеть», «до которого часу он работает», «вол межечень и шлеть», «халь меже щитне», «который час», «халь меже щитне». «ку меже теньки тарать», «сколько рублей это стоит», «ку меже теньки тарать». Занимайтесь каждый день хотя бы понемногу, и результат не заставит себя ждать. «Он ажу», «удачи», «он ажу». Ну что, ребят, вспомним слова сегодняшнего урока? А сделаем мы это с помощью вот этих вот карточек. Но чаще говорят просто «кущ». Мы заметили, ребяток, что когда много предметов, мы добавляем «сем», «аджа», «ребенок», «аджа сем», «ребята», «тус», «друг», «туссем», «друзья». А когда мы говорим о частях тела, мы «сем» уже не добавляем, то есть «ку манан кущ». Матур, «ку варамень», «ку ала», «церес едкар», «ку ала», «ку варамень», «ку ура», «церес ку ура», «ку варамень», «ку сумза», «церес Наташа», «ку мень», «ку туда», «аван», «ку мень», «ку шушь», «церес Маша», «ку шушь», «ку варамень», «ку холга», «церес кухолга», «акуварамень». Теперь пришло время посмотреть видео. Данил, кумень. Куман, а вы. Эбе пеледе, пусаны на лу, анча халуба мэн пулуна. Вол футбола выляну. Варамэн. Вол и ге гол керкни. Варамэн. Параманан алы радач. Войла радачи. Войла. Эзе патор. Халь эве патор. Эбе депатор манан куза изадач. Ну, а дзе мэгер, чё нахта патор. Вежихан ландыри, а дзе зим. Ребят, вы все поняли? Вежихан ландыри. Мэн лекалас, чё вошла? А что у тебя с рукой? Анчах, а лоба мэн пулуна. Матур, София, анчах, ну, а лоба с рукой. Мэн пулуна, что случилось? Мэн лекалас, чё вошла? Он играл в футбол? Вол футбола выляна. Цэрэс яткар. Вол футбола выляна. Футбола. Футбол. Волейбола. Волейбол. Баскетбола. В баскетбол выляна. Играл выляна. Мэн лекалас, чё вошла? Он забил два гола. Вол игигол кертне. Чёпла. Игигол кертне. Игигол два гола. Кертне забил. Мэн лекалас, чё вошла? Он упал. Иггня, Паша. Футбола выляна да иггня. Цэрэс, Наташа. Футбола выляна да иггня. Он играл в футбол и упал. А чё зим? А мен лекалас, чё вошла? У меня болит рука. Мэн лекалас, чё вошла? У меня болит голова. Мэн лекалас, чё вошла? Цэрэс. А как сказать по-чувашски? Герой. Паттер. Паттер. Мэн жут па, яд кар, изэ паттер. Мэн жут па, эбе, паттер. Пейдзи лайк, пейдзя ван. Паян и бернон май в рендимер. Сегодня мы много выучили. Но май в рендимер. Надеюсь, что вы хорошо запомнили. Учите хорошо чувашский язык. Чувашла лайк, дуренет. Не бойтесь говорить с друзьями, с родителями, с близкими, родными по-чувашски. Оно жю. Успехов. Оно жю. Оно жю. Оно жю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Wow!